Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала! Сейчас жаркое лето и я отправился на большое водохранилище поохотиться за хищной рыбой с лодки. Ловить буду на разные приманки и думаю, что ключик к рыбе сумею подобрать. Весна в этом году была холодная, зато лето удивительно жаркое. Уже две недели стоит жара под 30 градусов. Вода на водоемах прогрелась, начался купальный сезон и рыба стала достаточно вялая. Ловить такую рыбу непросто, но интересно. Я сегодня кулер-бокс с хладоэлементами не брал, а значит сохранить рыбу до вечера будет просто нереально. По этой причине я собираюсь все, что поймаю, без сожаления отпускать обратно в водоем. На водохранилище в данный момент есть ярко выраженный термоклин. Он находится примерно на 6 метрах. По этой причине я собираюсь основное время рыбалки уделять ловле на подводных пупках, буграх и тех участках дна, которые находятся на глубине до 5 метров. Даже скорее до 3-3,5 метров. Если коротко, буквально по верхам объяснять, что такое термоклин и почему важно знать, на какой глубине он расположен, то можно сказать следующее. Когда нет сильных ветров и несколько дней стоит жаркая погода, то верхний слой воды нагревается и образуется граница между теплой и холодной водой. Слой теплой воды может быть от 1 до 7 метров, а на очень глубоких водоемах и даже больше. Ниже слоя термоклина вода всегда холодная и она имеет большую плотность, чем выше слоя термоклина. Все современные холоты, если поиграть с чувствительностью, отлично видят границу термоклина, то есть тот участок, где теплая вода граничит с холодной. Так вот, без ветра верхний теплый слой воды насыщен кислородом, так как имеет круговорот воды, а нижний холодный слой имеет уже недостаток кислорода. По этой причине и большинство рыб предпочитают находиться именно в теплом слое воды. Это касается и мирной, и хищной рыбы. Холоднолюбивые рыбы предпочитают большую часть времени находиться в холодном слое воды, но для охоты ненадолго выныривают выше термоклина, чтобы поохотиться и тут же вернуться обратно в холодную воду с недостатком кислорода. Когда на водоеме образуется термоклин, то нужно сначала узнать, на какой глубине расположена его граница, а затем имеет смысл искать перспективные участки дна, которые расположены выше слоя термоклина. В жару даже на относительном мелководье можно неожиданно нарваться на великолепный клев окуня и судака. Однако стоит подуть сильным ветрам, которые быстро разрушают термоклин, как мелководные участки водоема опять оказываются без рыбы, а ловля на глубине снова становится успешной. Немножко пригрело солнце, пошел клевать окунь. Уже было несколько поклевок. Причем все приманки пробовал, поклевки только на воблеры диповые. Они дают вибрацию сильную. За счет этого рыба ловится. Цикады. Были несколько пустых поклевок только и все. Диповый воблер немножко проклюнулся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Рыба оказывает весьма сильное сопротивление. Меня всегда удивляло, как крупные окуни, имея такой сравнительно маленький хвост, могут создавать значительную нагрузку на снасть. Кажется, что рыба с такими пропорциями должна быть значительно слабее. Ну что тут скажешь, хищник есть хищник. О, какой окушок. Красивый полосатый, явно бывалый, судя по разорванному спинному плавнику. Аккуратно освобождаю окуня от крючков воблера. Один крючок зацепился за пасть, а второй явно подбагрил рыбу уже на вываживании. Как и обещал, отпускаю, красавчика. Отпускаю под воду специально, чтобы поглубже шел воблер. Все, и теперь медленная проводочка. Вот что интересно, пробовал на резину, на съедобную, на раков. Не хочет. Все-таки надо довольно активная проводка и приманка такая шустренькая, которая создает вибрацию. Сейчас дует боковой ветер, и добросить до свала, где случилась поклевка, довольно проблематично. Вместо того, чтобы упражняться в дальности заброса, решаю немного бесшумно сместиться на лодке, чтобы у меня была более выгодная для забросов позиция. При наличии карты, особенно структурной, и электромотора, это делается очень быстро и просто. По пути внимательно смотрю на экран структурника. Да, рыбы мало, а стайного крупного окуня вообще не видно. Может быть, пока я занимался съемкой, полосатые быстро закончили свой набег на отмель и сместились в другое место. Тем не менее, торопиться не нужно. Любую точку ловли полезно обловить с разных сторон. Бывает, что эта тактика очень сильно срабатывает, особенно по судаку. Сейчас я стою, как бы внизу бровки, вот туда отмель идет, вот туда. И получается, диповый воблер он потихонечку смели на глубину, на глубину, на глубину. И вот здесь уже почти что подлодка выходит на свою максимальную глубину заныривания. Опуская удочку под воду, леска между приманкой и кончиком спиннинга притапливается, натягивается. И кроме того, сам воблер может начать заныривать сантиметров на 70, а то и 80, глубже, чем если держать удочку над водой. Кажется, что это мелочь. Но когда воблер на проводке изредка чиркает лопаткой по дну, немного сбивается с игры, при этом еще поднимает облачко мути, то на рыбу этот момент действует неотразимо. Щука схватила воблер уже возле лодки. Скорее всего, она шла за приманкой, и когда перед лодкой воблер стал подниматься вверх, как бы ускользая от рыбы, то тут и случилась хватка. Щука попалась не трофейного размера, но и неоткровенная мелочь. Кроме того, у меня достаточно тонкая плетенка, с которой форсировать событие опасно. Она может порваться. Вообще, при ловле на диповые воблеры, чем тоньше леска, тем глубже воблер может занырнуть. Поэтому с толстой плетенкой снасть получается более надежная, но менее уловистая. В какой-то момент показалось, что зубастая красавица уже начала сдаваться. Однако, как показывает опыт, практически все щуки умеют отлично притворяться уставшими. По этой причине всегда нужно быть на чеку и не дать застать себя врасплох. Приманка снаружи, а крючки зацепились лишь за край пасти. Это косвенный показатель достаточно низкой активности рыбы в данный момент. Последующие проводки дипового воблера на данной точке успеха больше не принесли. Может быть щука разогнала мальков в данной зоне или окуни сами ушли. Трудно сказать. Нужно двигаться дальше и опять пробовать ловить на совершенно разные приманки. Решаю проверить настроение рыбы при помощи тейл-спиннера. Эта компактная приманка обычно выступает примерно так же, как и джиговая вертушка, когда дело касается щуки и судака. Но вот при целенаправленной охоте за окунем она порой имеет преимущество за счет более компактных размеров. Конструкция тейл-спиннера не очень подходит для донной ступенчатой проводки. Висящий ниже грузика крючок легко цепляет донный мусор. Однако на чистых от зацепов песчаных или глиняных буграх тейл-спиннер можно проводить, касаясь дна на каждом шаге. Если же по эхолоту видно, что есть места с зацепами, то имеет смысл выполнять ступенчатую проводку тейл-спиннера в толще воды без касания дна. Приманка на проводке генерирует сильные колебания и привлекает рыбу издалека. Только один момент омрачает ловлю на тейл-спиннеры. Как не притормаживая приманку перед падением в воду, а захлесты крючка-залеску довольно часто все-таки случаются. Те же грамотно изготовленные джиговые вертушки напрочь лишены этого недостатка. По этой причине лично я себя всегда лишь силой воли заставляю половить на тейл-спиннеры. Не клюет. Солнце уже весьма ощутимо припекает. Решаю применить, как я его называю, лодочный кондиционер. В данном случае это обычная брызгалка с чистой водой. Когда распыляешь воду на термомайку и штаны, то в жару эта вода начинает быстро испаряться. Как известно, в момент испарения ткань охлаждается. Конечно, в самую сильную жару распылять воду на одежду приходится буквально каждые 15 минут. Но все время, пока вода испаряется, ты получаешь реальное охлаждение. Сейчас я даже и не представляю, как можно ловить в жару без брызгалки. Вроде бы мелочь, но очень необходимая штука в лодке летом. Сейчас образовался штиль. Не хочет рыба клевать. То есть она есть здесь, я ее вижу. Даже она воблер уже не тыкает. Надо ждать, когда пойдет волна опять. Пойдет волна и, скорее всего, будет клев. Поэтому сейчас смещусь на другую точку. Поплаваю там, посмотрю, половлю. А сюда вернусь, когда будет уже ветерок. И думаю, что рыба здесь будет шевелиться, потому что бывает окунь выходит, малька наверх выгоняет. Но не берет ни на что. Ни на поверхностные приманки, ни на педагогическую проводку в толще воды. Я сменил несколько точек, пробовал разные приманки, но за час случилась всего одна поклевка окуня на цикаду. Рыба попалась небольшая. Аккуратно освобождаю полосатикой от крючков. По дороге на очередную отмель, на свале с 5 на 8 метров, заметил скопление коряк и несколько крупных рыб рядом. Наверняка это судаки. Хоть они и расположены ниже термоклина, нужно обязательно проверить их настроение отвесной ловлей на резину. Переключаюсь с узких лучей структурника на обычный датчик с углом излучения около 20 градусов. Теперь играющая у дна приманка будет хорошо видна на экране прибора. Кстати, интересный момент. У 9-дюймового структурника нет вентилятора охлаждения. И чтобы прибор не перегревался под лучами солнца и от работающего процессора, я сверху накрыл прибор смоченным водой полотенцем. Так сказать, кондиционер для структурника. Сейчас я пробую ловить в отвес и с одного, и с другого борта лодки. Фишка тут в том, что чаще всего с одного из бортов приманка на экране эхолота видна лучше. Так и оказалось, по левому борту контроль приманки получается отличный. В отвес выгоднее всего ловить, используя не шарнир, а именно джик-головку. Так и игра приманки лучше, и зацепов гораздо меньше. По эхолоту легко проводить приманку не только у дна, но и чуть выше коряк. Тем самым можно свести вероятность зацепа практически к нулю. Подброс делаю довольно энергичный, а вот опускаю приманку сравнительно медленно, в натяжку. Получается как бы ступенчатая проводка, но вот скорость падения я полностью контролирую. Могу быстро опускать приманку, медленно, уступами, или вообще задержать на одном месте и слегка помормышить. Вертикальная ловля, тем более с электронным якорем, дает великолепные возможности. К примеру, очень легко получается буквально со всех сторон обловить даже одиночную корягу, перемещая лодку буквально по 50 см, то вперед, вправо, то влево, или даже назад. Все хорошо, но рыба не реагирует на отвес. Ничего страшного, главное, что я попытался, и теперь у меня нет сомнений по поводу низкой активности рыбы ниже слоя термоклина. Поднялся ветер, на небе уже тучки сегодня, после обеда обещали, что будет дождик. И, похоже, к этому идет, и хорошо. Но, с другой стороны, после штиля ветер, конечно, классно, но завтра будет погода плохая уже. Резкое похолодание, и, может быть, окунь почувствует это. Я не знаю, сейчас опять я вернулся на то же место, вот где крупные окуни клевали. Щука где поймалась. Попробую сейчас порыбачить здесь, именно по ветру. Если нет, буду двигаться опять дальше. Первый же заброс воблера на старой рабочей точке принес поклевку мелкого окунька. Да, похоже, ветер раскачал воду на дотмелью и согнал малька в глубину, а за мальком ушел и крупный окунь. Решаю попробовать половить на небольшого силиконового рачка с шарнирной огрузкой 6 граммов. Эта снасть всегда приносит поклевки, если, конечно, рыба присутствует на точке. Похоже, это не окунь, судя по сопротивлению. Судачок маленький. Далее поклевки прекратились. Я много перемещался, проверял разные бугры и отмели, но рыба уже не реагировала на приманки. Ветер опустил границу термоклина на полтора метра в сторону глубины, и это сказалось на клеве. Лето есть лето, пора домой. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok